Всем привет! В эфире 154 выпуск видеожурнала «Время настольного хоккея». Кто внимательно следит за появлением свежих выпусков на YouTube, обратил внимание, что в начале недели появился специальный выпуск, посвященный сезону настольного хоккея в Новокузнецке. Кто еще не видел, посмотрите. В достаточно компактной форме, подведение итогов за год. Следующий на очереди – Нижний Новгород. Ну и также жду материалы от организаторов из других регионов. А мы продолжаем освещать события уходящего сезона 23-24. Сегодня в программе. Вятско-Камская лига – яркое окончание в Кирове. Эстония – Мария Савельева собрала всех на шестой этап. Новая волна в «Радуге». Очередной успех Артема Бушуева, на этот раз на юниорском чемпионате Санкт-Петербурга. 2 июня Киров принимал гостей из Ижевска, Перми и Нижнего Новгорода. Там прошел седьмой заключительный этап Вятско-Камской лиги. Киров Open Final Cup. В квалификации сыграли 13 участников. На протяжении всего турнира во главе таблицы шел один из лидеров Нижегородского нахока Семен Иванов. Но неожиданно все изменилось. Потерпев два поражения в концовке, Иванов опустился сразу на четвертое место. Причем Евгения Елькина Семен обыграл, но тот забрался на первое место. Так как это поражение стало первым для пермского мастера. Второе место у его сына Ильи Елькина. Третье занял Алексей Световидов из Ижевска. Как видим, одни варяги. Лучшим из числа хозяев стал главный организатор Виктор Гамзиков. Используя креативный подход, Виктор награждал игроков еще и по номинациям. Лучший нападающий Семен Иванов. Лучший воротарь Евгений Елькин. Ценный игрок снова Семен Иванов. Поощрен был и занявший последнее место Никита Костылев. Затем разыграли денежный приз 3000 рублей, который достался представителю хозяев Алексею Осяеву. После перерыва начался плей-офф по лигам. Победителем первой лиги стал Станислав Бородавкин из поселка Фаленки, расположенного в 150 километрах от Кирова. В финале он переиграл Алексея Осяева 3-1. Бронзу получил Сергей Чернядев. В плей-офф высшей лиги на первой стадии слетели два ижевских мастера. Роман Бенца и Сергей Шитов. Но остался еще Алексей Световидов, одолевший Гамзикова. Против пермяков у Световидова аргументов не нашлось. Сначала Илья Елькин, а потом и Евгений Елькин не отдали Алексею ни одной партии. В полуфинале Семен Иванов прошел Елькина старшего 4-0, но в финале уступил младшему 1-4. По итогам сезона 2023-2024 Вятско-Камской лиги первое место и переходящий кубок приз 5000 рублей получил Илья Елькин. Второе место и приз 3000 рублей Евгений Елькин. Третье место и приз 2000 рублей Роман Бенца из Ижевска. Организаторы эстонского первенства никак не могли провести заключительные этапы чемпионата. Из-за слабого желания потенциальных медалистов и отсутствия интереса у любителей. Но все-таки решили закончить чемпионат до поездки на чемпионат Европы в Эльмиеру. На этапе могла решиться судьба медалей, на которые претендуют до сих пор Тимур Михалев, Дарья Хрусталева и Игорь Савельев. Именно поэтому Савельев решил все-таки сыграть, хотя приехал больным с температурой. В итоге Игорь выжил из себя все что мог. Стимулом собраться всем было решение Марии Савельевой сыграть на чемпионате Европы. Она пропустила весь сезон и только в последнюю неделю мая поставила у себя дома поляну и стала к ней подходить тренироваться. Уровень у всех эстонских игроков слегка упал, но и ее мастерство никуда не делось. В четвертьфинале Игорь Савельев вытаскивал серию и в последней седьмой игре за полторы минуты до конца ввел 3-1. Но дочь переломила ход игры и вырвала победу 5-3. Этим она лишила отца шанса на общее золото, но получила установку – выигрывать у всех остальных тоже. Тимур в случае победы над Дарьей Хрусталевой мог досрочно стать чемпионом. Но и тут Даша проявила характер, также переломила ход неудачно складывающейся серии. В последнем седьмом матче полуфинала она тоже, как и Маша, горела за полторы минуты 1-2, но вырвала победу 3-2. Михалев, заняв третье место без боя, пока продолжает лидировать в общем зачете. А в женском финале Мария Савельева переиграла Дарью Хрусталеву 4-2. Турнир показал, что в женской категории на чемпионате Европы Эстония будет бороться за медали. В остальном все сложно. Организаторы рассчитывают закончить чемпионат 9 июня, так как по регламенту положено провести все-таки 7 этапов. Лето началось. Большинство многоэтапных чемпионатов завершилось. Собрать народ становится на турниры все сложнее и сложнее. Новая волна постепенно трансформировалась в любительский чемпионат Санкт-Петербурга. А вообще она задумывалась как соревнование для взрослых, начинающих игроков. Но постепенно в нем стали участвовать в большинстве своем юниоры. И вот все-таки удалось собрать именно взрослых участников. 2 июня в ТРК «Радуга» проводился юниорский чемпионат Санкт-Петербурга. Поэтому на этот раз новая волна получилась 100% взрослая. Предполагалось, что к любителям присоединяются папа юных игроков. Но таковых набралось всего двое. Алексей Петров и Руслан Щербаков. Их дети в это же время играли среди новичков. 8 любителей сыграли в один круг. Аркадий Косарев чуть было не выиграл все матчи. Но Владислав Попов смог отнять одно очко, заняв третье место. Обыграв Попова, на второе место выскочил Алексей Петров. В тройке фаворитов проиграл новичок Дмитрий Лапушкин. Но смог обыграть весь остальной квартет. Помимо Дмитрия дебютировали еще трое. Отец и сын Клочко Андрей и Денис узнали о турнирах на стиге во время хоккейных матчей СКА. Попова и Косарева проиграли крупно. А вот с другими соперниками отыграли на равных. После групповой стадии прошли серии плей-офф. Как обычно на новой волне играли серии из двух матчей. Влад Попов уверенно прошел Андрея Клочко. А вот Денис Клочко смог выиграть один матч у Алексея Петрова. Только по разнице шайб дальше прошел Петров. Руслан Щербаков турнир покинул. Поэтому Косарев автоматом прошел в полуфинал. Вячеслав Пименов смог пройти Лапушкина. Все-таки у Вячеслава за плечами уже есть несколько турниров. Но пока недостаточно, чтобы на равных соперничать с Косаревым. Аркадий выиграл оба поединка. На соседнем столе предсказать победителя было сложнее. Первый матч Петров с Поповым завершили в ничью. И только во второй игре Попов добился необходимого перевеса 3-1. Финал и серия за третье место начались засухи. На обеих площадках был заброшен единственный гол. Владислав Попов распечатал ворота Косарева. Но Аркадию удался убедительный реванш 3-1. И он спустя полтора года снова выиграл новую волну. Третье место завоевал Пименов, переигравший Петрова. 2 июня в торгово-развлекательном комплексе «Радуга» состоялся 12-й юниорский чемпионат Санкт-Петербурга. Самый первый розыгрыш прошел также 2 июня, но 2013 года. С тех пор все эти соревнования пытались приурочить ко дню защиты детей. То есть они проводились либо в конце весны, либо в начале лета. Конечно, когда учебный год заканчивается, все сложнее собрать школьников. На отчетный турнир пришло 16 из числа постоянных участников питерских турниров. К ним присоединились посетители торгово-развлекательного комплекса, узнавшие о турнире из красочной рекламы «Радуги». 11 новичков сыграли отдельной группой. По итогам отборочной стадии были сформированы 2 и 3 лиги. В 3 лиге победил Лев Подлесный. А вот во второй лучше всех оказался 6-летний Данила Петров, играющий дома на стиге с папой Алексеем, который сам в это же время участвовал в турнире взрослых любителей «Новая волна». Серебряная медаль у воспитанника секции 171-й школы Влада Прогачевского. Бронзовую получил Александр Дмитриенко. Стоит отметить, что в эту лигу пробились юные брат и сестра Ешковы, удачно пройдя отборочную стадию. Мастера также проходили отбор. И в целом все прошло ожидаемо. Фавориты проследовали в высшую лигу. Только в первой группе Алексей Пресняк и Максим Трусаков выдвинули в элитный дивизион вместо себя Матвея Минакина из секции 358-й школы. А сами потом спокойно дошли до финала первой лиги. Из восьми участников первой лиги в плей-офф выходили четверо. И на удивление, в лидирующий квартет удалось пробиться двум воспитанникам секции 373-й школы Михаилу Ангельчеву и Кириллу Патласову. Оба старательны на тренировках, но их нынешние соперники имеют побольше турнирного опыта. В результате Ваня Дербин и Кирилл Илюхин остались позади. Арсений Попов выиграл у Ангельчева 5-1, но уступил важную игру соседу по таблице Патласову 1-2. Кирилл дополнил квартет полуфиналистов. Справиться с Пресняком Патласов не смог. На одну игру дольше продержался его одноклубник Ангельчев. В решающей третьей игре Трусаков победил 3-1. В дерби 373-й школы Патласов переиграл Ангельчева в обоих матчах, заняв третье место. В финале сначала Трусаков и Пресняк обменялись победами, а решающее слово осталось за Максимом Трусаковым в овертайме третьей игры. В высшей лиге только Матвею Минакину не светило место в плей-офф. Остальные семеро вели равную борьбу. Даже занявший седьмое место Дмитрий Жеребятев сумел сыграть ничью с тремя игроками, прошедшими в плей-офф. Максим Никитин только на тишине упустил ничью с Бушуевым, но грохнул Жеребятева 5-0. Виталий Смирнов уступил четвертую вакансию другому воспитаннику секции 261-й школы Никите Коновалову, проиграв 2-3. Многие матчи заканчивались ничью. Три ничейных результата набралось у Ивана Алексеева, четыре у Андрея Иванченко. Андрей прошел всю дистанцию без поражений, обыграв Бушуева. Для Артема это была единственная осечка, поэтому он и возглавил таблицу. В полуфинале на Бушуева попал Коновалов. Сначала Артем крупно выиграл две игры, но в третьей Никита уперся и довел дело до овертайма, где соперники долго обменивались элементами, которые чаще используют. Бушуев – выходы, Коновалов – мелькангасы. Победную шайбу провел Артем. В соседнем полуфинале соперники дважды доводили дело до овертайма, где оба раза удача была на стороне Иванченко. Андрей победил в серии 3-1. Раздосадованный Иван Алексеев сначала крупно влетел к Коновалову 0-7. Потом была ничья, которую через овертайм конвертировал в победу Алексеев. И третья решающая игра прошла по диктовку уже Ивана. 4-0. У него третье место. Финал между Бушуевым и Иванченко прошел в равной борьбе. Да, за прошедший год Артем сделал огромный шаг вперед, превратившись в настоящего мастера. Но Андрей-то еще помнит времена, когда обыгрывал Артема. Да и на этом турнире припомнил фавориту. И все-таки на одну шайбу больше удавалось забивать Бушуеву в каждом матче. 3-0 в серии. И Артем впервые выигрывает юниорский чемпионат Санкт-Петербурга. По две победы на своем счету имеют Михаил Шашков еще лет 10 назад и Никита Тихомиров. На этот раз заняты учебой. Теперь точно можно считать юниорский сезон завершенным. Желаю ребятам хорошо отдохнуть летом. Ну, также подходит к концу и 154 выпуск. Бегите загорать купаться. До новой встречи. Пока.